Сказка Кощей Бессмертный в исполнении Оркестра Русских Народных Инструментов Белгородской областной филармонии. Премьеру сюиты из пяти актов увидели староскольские школьники. Сюита Кощей Бессмертный – это современная интерпретация сказки в жанре философской притчи в русском стиле. Это новый взгляд на Кощея Бессмертного, на его жизненный путь, можно так сказать. И мы еще придумали новые ходы сюжетные. Благодаря этому получилось интересное произведение для детей как с музыкальной точки зрения, так и с ее художественной составляющей. Автор музыки – член Союза композиторов России Сергей Плеханов. Он приехал из Москвы в Белгород на премьеру сюиты и остался доволен. Ему очень понравилось так, как мы смогли интерпретировать его произведение. Он с удовольствием подснял на свой телефон часть, где есть пляска нежити. Каждую из пяти частей сюиты предваряло интерактивное общение с юными зрителями. Сценарий написала ведущая концертов Оркестра русских народных инструментов Ирина Точицкая. Музыка на самом деле очень образная. И я бы сказала даже серьезная. Наша задача с моим соведущим, который в роли Кощеюшки, подать эту музыку таким образом, чтобы дети в образ в этот поверили. И им стало ясно, может быть, даже с нашей помощью, с помощью видеоряда, о чем идет речь. Музыкальный язык сюита современный и в то же время полон традиций русской музыки. Таинственный, душевный, могущественный. К тому же обращение к сказкам актуально всегда. После того, как начал участвовать в Кощеи Бессмертном, до, когда происходили репетиции, начал почитывать, потому что очень интересно. Вновь вернулся к тому, к детству, к тому, что нам читали наши бабушки, наша мама. Полный зал детей радостно реагировал на все перипетии сказочной сюиты. Особенно понравился детям танец нежити. После концерта школьники наперебой делились впечатлениями. Смерть Кощея так было прикольно. Когда Кощея, ну, как Иван ломал иглу. Мне понравилось, как играл оркестр, очень красивая музыка. И мне понравилось, как танцевали танцоры. Все понравились мне. И музыка очень красивая, прелестная и душевная. Во-первых, хорошо поставлено само выступление танцоров. И была очень красивая музыка. Мне понравилось, как это все исполнялось. Ну, вот эта вот все музыка, танцы вот это. Мне очень понравилась музыка. Она была душевная и передавала все эмоции. Понравился Кощея. Он был очень смешной и был намного добрее, чем его брат. Когда я слушаю музыку, меня будто тянуло в то, что будто мне рассказывают сказку. Оркестр русских народных инструментов подготовил в этом сезоне еще две сказки. «Матч Белогора» по роману белгородского писателя Юрия Хабибулина и «На острове Буяни» по произведениям Александра Пушкина на музыку композитора Елены Латыш-Бирюковой. Анна Семенова, Евгений Левошко, Денис Остапенко, 9 канал. АПЛОДИСМЕНТЫ